До недавнего времени у меня был старый бэушный пропёрженный BM800, который был куплен с Avito за 300 грн. Если сравнить цены с тем же Алиэкспрессом, то купил я его довольно дёшево, но придя на почту, оказалось, что у него была вмятина на сетке. На фото же микрофон был в полном порядке. Вину почты я исключал, потому что микрофон был упакован в несколько слоёв пупырчатой плёнки и пенопласт. К тому же на коробке не было никаких повреждений. В общем, охуевшие таких новостей я решаю спросить, в чём дело у продавца, на что получаю вполне адекватный и грамотный ответ. С другой стороны, за 300 грн, это примерно 700 рублей, странно было ожидать чего-то лучшего. Да и микрофон, в общем-то, был в полном порядке, никаких проблем с его работой не было. В комплекте я также шёл пантограф, который занимал пол рабочего стола, но он смог продержаться всего лишь пару месяцев. Я даже рад, что я не купил этот микрофон дороже, ибо от того, как он звучит, начинает идти кровь из ушей. Он был с XLR-разъёмом. И основная его проблема была в том, что для его нормальной работы необходима была хорошая звуковая карта, также фантомное питание и всякая подобная срань. Покупать звуковую карту не пиздюльку за 1 доллар, а нормальную карту. Фантомное питание у меня и в мыслях не было, потому что оно стоит дороже самого микрофона в 2-3 раза. К тому же шумы частично останутся, так ещё и проводов у меня будет не ебаться. Естественно, денег на эти все прибамбасы у меня не было, поэтому я решил найти софт, который если бы не убрал, то хотя бы уменьшил шумы. Я его нашёл, и после пары часов настроек всё заработало, и качество звука реально стало лучше, но потом обнаружились некоторые проблемы. Из-за того, что программе нужно обрабатывать мои шумы, образуется задержка в 1-2 секунды. Что очень мешает, когда ты, например, играешь в какой-нибудь шутер, где эти 2 секунды могут быть очень важны. Замечаешь противника, говоришь об этом своему другу, Женя тебя сейчас пизданут, он тебя не слышит из-за задержки, и вам, скорее всего, пиздец. Непонятно каким образом, но этот софт может также сам по себе отключаться, причём в любое время. Вот, к примеру, сидишь ты такой в Дискорде или Скайпе, и обсуждаешь со своими бизнес-партнёрами выгодную стратегию продажи ВК-коинов по курсу 10 тысяч за рубль. Как вдруг эта срань перестаёт работать, и перезапуская программу, ты уже понимаешь, что юным Рокфеллером тебе не бывать. Как же это грустно. Особенно раздражает, когда ты в пылу сражения, весь такой пожилой воин, перестреливаешься с кем-то, и тебя просто перестают слышать. И вот, чё остаётся делать? Приходится сворачивать игру и включать эту дресню заново. Что мы имеем здесь? Во-первых, он очень огромный. Для наглядности, вот мой монитор, а вот блюетти. Он практически в его высоту. Он стоит почти 13 тысяч рублей, что довольно... Что довольно-таки дорого. Я же купил себе новый у людей с eBay за 120 долларов, потому что платить 13 тысяч... Нет, серьёзно, так получается намного дешевле, даже если учитывать ту же доставку, так ещё и микрофон будет в отличном состоянии. На официальном сайте его цена чуть выше, но при этом остаётся примерно такой же. Но на русском официальном сайте он стоит 12 тысяч рублей, что, ну, немногим больше 130 долларов. 12 тысяч минус 8 400, это... Это наценка в 55 долларов. Еб... Я знаю, что есть много микрофонов, которые дешевле и с качеством не хуже, но я твёрдо хотел именно блюетти. Фактически я переплатил за бренд, но я сделал это потому, что я был на 100% уверен в том, что я получил в итоге качественный продукт. И за более чем месяц использования я ни разу не пожалел о том, что купил именно его. Микрофон очень удобный, создан для тех дебилов, которые ничего не понимают в микрофонах. Единственная моя претензия только к качеству сборки. Я ни слова бы не сказал об этом, если бы он стоил хотя бы в половину дороже, но заплатить такую сумму и получить в итоге шатающиеся кнопки... Такое себе. Но в остальном всё довольно понятно, просто и самое главное удобно. И в чём же заключается это удобство? А в том, что я могу настроить микрофон за пару секунд, без участия в этом компьютере или какого-нибудь постороннего софта. Банальный пример. Вот как выглядела моя панель настроек раньше, это просто пиздец, вообще здесь нужно получать, наверное, высшее техническое образование. И вот как она выглядит сейчас. Просто выбор режимов, настройка чувствительности и громкости. Ты подключил, выбрал режим, настроил чувствительность и можешь заниматься чем угодно. Начиная с АМРом с поеданием пельменей, заканчивая простыми разговорами в скайпе. Очень понравилось, что здесь есть встроенная аудиокарта, что позволяет выводить звук наушников через микрофон, даже если нет колонок. Есть кнопка мута, отключающая звук, но это на тот случай, если к вам посреди какой-то важной дискуссии в комнату резко врываются мать или отец. Он компактный, его легко можно будет взять с собой в какую-нибудь поездку, если вам для работы необходимо, например. Потому что в сложенном состоянии он занимает довольно-таки мало места, поэтому в какую-нибудь сумку или рюкзак он легко поместится. Сейчас, думаю, стоит подвести некоторые итоги. Стоит ли он своих денег? Нет, 13 тысяч это перебор для микрофона. Но если деньги у вас имеются и для вас это не так уж и дорого, то смело можете его себе брать. В ином же случае лучше купить какой-нибудь Самсон, там и качество будет не хуже, так еще и цена будет в два раза меньше. Лично я покупкой остался доволен, ну а на этом все, пока.